Макасины обувь североамериканских индейцев. Название происходит из восточно-алганкинской языковой группы. Сейчас этот термин относится скорее к этнической принадлежности, а не к конструктивным особенностям обуви, так как этим названием объединяются довольно разнообразные варианты обуви индейцев. А кроме того, обувь аналогичных покроев имелась и имеется у многих народов мира. В доколониальные и колониальные времена Макасины использовались индейцами почти на всей территории нынешних США и Канады. Они были менее распространены на северо-западном побережье в Калифорнии, где в теплое время предпочитали ходить босиком. На юго-западе США в древности использовали плетеные кожаные сандалии, а позднее тоже часто ходили босиком. Не были популярны Макасины и в юго-восточном Техасе, а для женщин ношение Макасин было еще менее характерно. Макасины использовались европейскими поселенцами, особенно охотниками, трапперами, исследователями и ДР. У разных племен были свои традиционные способы по краям Макасин. Изначально использовалась только сырометная кожа, но довольно рано индейцы также стали применять и покупные дубленные кожи. Шили Макасины при помощи шилы игл жильными нитками, растительными волокнами и кожаными ремешками, а позже – покупными нитками. Определенное исходство с индейскими Макасинами имеет обувь народов севера и дальнего востока. Макасины юго-запада имеют аналоги на севере Африки. Особенности по краям Макасины с мягкой подошвой. В лесной зоне первоначально на Великих равнинах Макасины изготовляли полностью из мягкой замшевидной сырометной кожи. Лишанной лицевой поверхности кожа ориентировалась бахтормой внутрь, выкройки. Соответственно, готовые изделия у разных племен различались формой, мелкими деталями и орнаментацией. Хотя это не исключает использование в одном племени и нескольких типов покроев, так как похожие типы Макасин применяли самые разные народы. Но каждая пара Макасин обычно очень индивидуально, обычно полностью или за исключением мелких деталей Макасины краились из одного куска материала. Архаичным считается широко распространенный у лесных племен простейший вариант Макасина с одним вертикальным швом, образующим складки посредине подъема. Сзади проходит второй шов. Лилуэт, нутка, чироки, семенулы, алабамы, мускоги. Макасины этого стиля сшивали не жилыми, а кожаными ремешками. Подобные Макасины до середины 18-ти вносили апачи. Они сохранились для обрядового танца у Навахо и как церемониальный у Асейджей. Последние сшиваются всего лишь через четыре пары отверстий спереди и две пары сзади с помощью кусков грубых жил. Тоже простейшие Макасины. Куапы женские Асёджей, однако, имеют шов, проходящий не по подъему, а по подошве, на северных и центральных равнинах, а также в лесной зоне. В горах у многих племен применялись Макасины из одного куска мягкой кожи, имеющие боковой шов, проходящий с наружной стороны от носка к пятке. Они чаще имели цельнокровеный язычок, но он мог быть также пришивным или вообще отсутствовать. Считается, что под влиянием европейской обуви именно Макасины с боковым швом стали образцом для Макасины с твердой подошвой. Мягкие Макасины старого типа с боковым швом не исчезли из употребления, так у черноногих они получили название «настоящие Макасины». Этот покрой сохранился и для зимних Макасин, сделанных мехом внутрь. На северных равнинах и плато был известен также тип Макасин с пришивной подошвой из мягкой кожи. То есть они шьются из двух кусков кожи двусторонним боковым швом. Подошва у них не плоская, поэтому шов находится не у земли, а поднимается вверху от носка до задника примерно на треть высоты обувы. На отдельную подошву иногда бралась такая же кожа, но толще. Также существуют другие варианты шивки. Т-образный шов, центральный шов и обрубленный носок. Шов с крупными или мелкими складками вокруг узкой вставки на подъеме или большой и широкой. Вставки, переходящие в язычок маленькой вставки, дополненной срединным швом. Вставки, покрывающие весь подъем. Иногда при кройке необходимо было делать и дополнительные швы, поэтому, например, появлялись Макасины с несколькими швами, идущими снизу по поверхности подошвой. Большая часть Макасин лесных племен относится к типам с различными по величине вставками и сборчатым носком. От таких Макасин даже происходит название племени Аджибве – сборчатые, сморщенные. А у Апачей, переходящая в язычок треугольная клиновидная вставка, пришивалась без образования сборок. Петочный шов также может быть простым, вертикальным или Т-образным. Более облегающим у некоторых племен этот шов не доходит до верха горловины. Многие Макасины имеют лодыжечные клапаны, загнутые вниз декоративные отвороты. Они могли быть сзади сплошными или разрезными. Обычно отвороты пришиты отдельно, но у очень низких похожих на тапочки Макасины они образованы просто загибом горловины. У Атапаска в Канаде отвороты часто делались с медвежьим мехом вокруг горловины. Отвороты могут быть и матерчатыми. Некоторые отвороты прикрывают почти весь или весь подъем. У Патаватоми они вытянуты вперед или у них же и у Венебага вывернуты вперед в форме сплошного прямоугольного фартука. Шьются Макасины швами внутрь, но передняя вставка сборчатых Макасин традиционно имеет выступающий наружу шов. Хотя имеются варианты пришивки вставки с наложением ее поверх или снизу. Также у таких Макасин с пришивной мягкой подошвой внутренний шов может быть продублирован в передней части, где он ближе к земле. Еще и наружным швом Макасина с жесткой подошвой в 30-40-м годах, 19 в. На равнинах отмечаются Макасины с жесткой подошвой, а именно на юге у Каманчей. Но они стали массовыми к 50-ти г. Г. 19 в, когда широко распространились стальные иглы, шилы и ножи. На северных равнинах, в том числе у Метисов, а также у Лесных Аджибви они вошли в обиход в 50-60-м годах. Жесткие подошвы делали из более грубой сыромети, сохраняющей лицевую поверхность. Но она все же достаточно мягкая и тонкая, так как шьются Макасины с изнанки, а затем выворачиваются с помощью дощечки или только руками. Иногда по шву между жесткой подошвой и верхом прокладывается полоска мягкой кожи. Рант считается, что это делает шов более герметичным. Форма подошвы у разных племен различалась, что облегчало задачу следопытам. Некоторые индейцы пришивали твердую подошву только после того, как Макасин протрется, а последнее происходило быстро. Поэтому, отправляясь в поход, воин имел запасные Макасины. Если протиралась подошва у Макасина с жесткой подошвой, то ее выбрасывали, а расшитый вверх использовали снова. На юго-западе у Пуэбла, на Вахо, Апачи, Пайютов, Валапаев, Юма, где за образец была взята обувь мавров-погонщиков, которые работали у испанцев. Подошвы высокой обуви изначально были жесткими и нередко очень толстыми, для защиты от колючих, кактусов, змей и острых камней. Для них бралась или сыромя типа Рохайт или Жибакскин, но более толстая шея и оленя. Верхи этих Макасин тоже часто из несколько более толстой кожи, чем в других регионах. Эти Макасины, как и другие, шьются с изнанки, а затем выворачиваются. Подошвы у них чаще по всему краю загибаются кверху корыцам и сшиты краем с верхом Макасина. Но иногда они просто сделаны очень широкими, образующими как барант. У части Макасина Пачи подошвы вместе с верхом образуют спереди острый носок или же округлый, загнутый кверху и назад, иногда довольно большой. Выступ Кикер Если подошва не корыцам, а плоская, то кикер будет однослойным. На подошву Макасин с кикером может идти толстая кожа с шерстью наружу. Если же подошва подобных Макасин сделана из мягкой кожи, то кикер отсутствует. Некоторые племена этого региона использовали также Макасины обычного равнинного покрая с жесткой подошвой. Часть Апачей Пуэбла Таоса Тева В Макасинах со срединным разрезом на подъеме, в который вшивается нижняя кленовидная часть язычка, использовалась не только мягкая, но и жесткая подошва. Макасины с жесткой подошвой Мискалера Апачей имеют длинную и узкую вставку. Уютов на покороче Ауасей Джей Разрез составлен открытым без язычка, но в его нижней части имеется отверстие для шнурка. Высокие Макасины Часто Макасины имеют не декоративные, а такие лодыжечные клапаны или манжеты, которые, если они не расшиты, можно поднимать и опускать, охватывая низ лягуген. Они спасают от холода и снега. Иногда присутствуют и манжеты, и декоративные отвороты. Причем Макасины стиля с вертикальным швом скроены одним целым с манжетами, которые могут не иметь или иметь в передней части удлинения, которые помогают плотнее запахнуть. Поднятые манжеты Поднятые манжеты перевязывают длинными шнурками. Иногда к горловине пришивают сплошные манжеты без разреза спереди и наполовину загибают их наружу. Очень длинные манжеты имели женские Макасины Кроу. В племенах южной части Великих Равнин от части Юго-Запада у незамужних женщин Макасины могут сшиваться с лягугенами, которые удерживаются подвязками под коленями и часто сбоку имеют прикрытый клапаном разрез, который застегивается на пуговице или завязывается. Некоторые лягуины без разреза имеют большую длину, но она уменьшается вдвое при заворачивании голенища наружу и вниз. В других племенах лягуины и макасины не сшивались. У арапаха и черноногих применялись оба варианта. Пришивные лягуины иногда были матерчатые. Макасины Юго-Запада имеют высокие манжеты, которые завязываются или застегиваются сбоку на пуговицы, например, серебряные работы навахов. У Пойбла женские макасины подобного покрая имеют по одной очень длинной манжете из толстой кожи белого цвета, которая несколько раз обматывается вокруг ноги и перевязывается ремешком ниже и выше колена. Но есть и вариант, когда обмотки в виде более узких полос или бинтов такой же кожи не соединяются с манжетами высоких макасин. Часто и мужские, и женские макасины Юго-Запада представляют собой сапоги до колена или до середины кры, с цельными голенищами или также застегивающиеся сбоку. Если такие сапоги из мягкой кожи не имеют сверху завязок, то их голенища опускаются гармошкой до середины кры. Голенища или отдельно пришиваются к ботинкам или скроена с ними как одно целое. В последнем варианте шитье идет сразу к подошве. Также и в лесных регионах, кроме обычных макасин с мягкой подошвой, были известны также и сапоги до колен. А у отапосков имелась также обувь, которая составляла одно целое со штанами, то есть макасины были пришиты к штанинам. Зимний вариант шился обычно из шкур мехом внутрь. Использовали меха самых разных животных. Макасины могли быть и из рыбьей кожи. Подошвы к штанам-чулкам пришивались отдельно из той же ровдуги или из кожи медведя и белухи. В разных племенах отапосков такие штаны носили ли только женщина зимой в жилище или мужчина и женщина в разное время года. В сырую погоду поверх обычной обуви надевали еще верхняя торбоса из рыбьих кож. Шнуровка особенностью макасин является та, что они обычно не имеют перекрестной шнуровки через параллельные ряды отверстий. У равнинных типов шнурки утяжки пропускаются через два или четыре парных поддерживающих отверстия, расположенных вокруг горловины посередине высоты макасина. Реже под самой горловиной иногда шнурки проходят еще и через пару отверстий на язычке. Бывает, что они не охватывают макасин сзади, а закрепляются в отверстиях по бокам с помощью узелков. Совсем короткие завязки просто держатся узелками в двух отверстиях на углах переднего разреза. Завязываются шнурки спереди бантиком. Часто для перевязи используется матерчатая лента узкая или широкая. Она может проходить и под опущенным отворотом. Матерчатая лента бывает и пришита по краю всей горловины как оторочка, а ее свободные концы образуют завязки. Но в этом же месте отворот может образовывать прошитую нитками кулиску, через которую пропускается кожаный шнурок. Реже короткие ленточные завязки просто пришиты к передним углам горловины. У макасин с высокими манжетами утягивающие завязки гораздо длиннее, чтобы их можно было обмотать вокруг голени. Если требуется удерживать поднятые манжеты, они также пропускаются через парное или одиночное отверстие, которые находятся на обычном месте или выше, в нижней части манжет. У подобных макасин монтаньи и на скопе вместо отверстий могут быть кожаные петельки, что способствует герметичности. Манжеты с передними выступами могут иметь на концах выступов по отверстию, который помогает в обвязке. У макасин лесных племен длинный кожаный шнурок может просто пару раз обматывать горловину в месте соединения с поднятым вверх манжетом. Шнурки могут быть пропущены не только сзади вперед, но и спереди назад. По второму варианту шнурки пропускаются через только два передних отверстия, перекрещиваются и идут назад. Они раза два охватывают манжеты без использования дополнительных отверстий и завязываются спереди. Еще один вариант, когда шнурок идет как обычно сзади вперед, делает обороты и завязывается сзади. Макасины сапоги также подвязываются в месте соединения ступни и голени. Для них только не требуется таких длинных шнурков. Но если они с достаточно мягкой кожей, то имеют еще держащие завязки и поверху голенища. На юго-западе шнурки макасин сапог могут быть пропущены не просто через отверстия, а через петельки, образуемые полосками кожи или кулисками из рядов четырех ниток бисера. Древнейшие известные макасины имеют еще перевязи через подошву и подъем, что позднее не практиковалось. Имеются примеры подражания европейскому способу шнуровки через отверстия и через три пары латунных колечек, пришитых на центральном разрезе. В поздний период белыми охотниками стали использоваться высокие макасины сапоги со стягивающей шнуровкой европейского типа спереди. По всему голенищу украшения макасины часто вышивают бисером, окрашенными иглами дикобраза и латиным волосом, а также другими материалами. Наносят узоры краской. Последнее было характерно, например, для племен северо-восточного побережья США и Канады в 17 в. Оформление несет определенный символический смысл. Также макасины окрашивают целиком или частично. Цвет придает и копчение, хотя время от времени возникала мода, в том числе и в резервационный период на использование белой кожи. Отвороты макасин также иногда расшивают, например, иглами дикобраза. Иногда отвороты делают из ткани или обшивают их тканевой аппликацией. Но высокие отгибающиеся манжеты, за редким исключением, не украшают бисером, часто расшиты вывернутый наружу длинный язычок макасина. Полоска бисерного шития стиля «Ленивый стежок» может прикрывать шнурок, проходящий вокруг горловины, образуя подобие кулиски. Сплошной ли из отдельных фрагментов шнурки современных макасин-отапосков украшают на концах кисточками из цветных шерстяных ниток. В степных племенах с 1880 годом вышивали бисером даже подошвы макасин. Считается, что они предназначались для погребальной, свадебной и других церемоний, хотя известно, что в них и ходили. Для племен южных равнин характерны так называемые «дастеры» макасины с длинной бахромой на подъеме вертикальном пяточном шве. Бахрома на пяточном шве может быть нарезана не полностью, а так, что сверху остается широкий целый лоскут. Бахрому на подъеме может заменять ряд весящих жестяных конусов. Изредка равнинные макасины с жесткой подошвой украшены короткой бахромой вокруг всей подошвы, которая нарезается из выступающей полосы ронта. Но эта бахрома может быть и довольно длинной, усложненной еще частичной обмоткой иглами дикобраза и поперечным креплением. Такая бахрома не захватывает внутреннюю сторону макасина, но зато дополняется невероятно длинной бахромой на вертикальном пяточном шве. Макасина степных племен иногда имеет на пятке, по центру подошвенного шва, бахрому всего из одной или двух-трех коротких или длинных полосок. У черноногих пяточная бахрома частично обертывается иглами дикобраза или бисером и имеет поперечное соединение с помощью крупных бусин. У макасин с мягкой подошвой такой элемент в икройке как пяточный язычок может быть не пришит, а оставлен свободным, в виде просто квадратика кожи или нарезанным зубчиками или бахромой. Также оставляют болтаться на пятке не до конца удаленными лунообразные вырезы, которые получаются при Т-образном шве. В ранний период к макасинам пришивали хвосты волков, сзади – к пяткам или к горловине или же сбоку – к внешнему углу отворота, что можно увидеть на картинах Бадмира. Там же запечатлены другие украшения макасин манданов и хидаца. Широкие накладные меховые отвороты и волочащиеся ленты по земле очень длинные. Внешние концы таких отворотов, последние также меховые, но с другой стороны выкрашены в красное и украшены вышивкой по краю. А у манданов запечателено и другое громоздкое украшение на пятках – длинная меховая полоса с четырьмя скальповыми прядями на конце, которые оформлены обычной для них обмоткой и бусинами. Макасины юго-западного по краю чаще вообще не украшают. Единственным украшением могут быть круглые бляхи из серебра или мельхиора, служащие застежками. Но для юго-запада особенно характерно применение окраски. Например, у Пуэбла женские макасины имеют подошву, окрашенную черной краской или красной охрой, тогда как верх и легины – натурально белые. Мужские же макасины, наоборот, имеют светлую подошву, а верх носка иногда голеничей, коричневой, красной, синей, реже черной. Но украшения мужских танцевальных макасин хаппи и зуни могут быть более сложными. Это касается и применения бисера, и раскраски, и других элементов, например, отворотов на голенище, бахромы. Они имеют на середине подъема декоративный кожаный язычок, обычно многослойный, а заднюю их часть охватывает своеобразное украшение в виде свободно закрепленной кожаной полосы, вышитой цветными нитками в технике макраме, бисером или иглами дикобраза. Мужские танцевальные макасины могли сверху украситься полностью белой краской, кроме отворотов голенищ, которые были красными с желтой окантовкой и разноцветного язычка. В настоящее время бисером украшают высокие обмотки женских макасин по обла, чего раньше не делали. Обильно украшают вышивкой и мехами сапоги от опысков. Есть примеры, когда современные индейцы расшивают бисером и другую обувь, обычно кеды, что придает им вид макасин. Подобное советовал еще Ситон Томпсон детям, играющим в индейцев. Древнейшие находки В настоящее время известными древнейшими макасинами являются обнаруженные в пещере Хагап, штат Юта, макасины, датируемые 420 годом н.э. В начале 1930-х г.г. в пещере на мысе Промонтари Большого Соленого Озера был обнаружен 800-летний клад из 250 макасин. Они относятся к получившей такой же название культуре Промонтари, хронологически расположенной между доисторической культурой и фремонтой историческими шашонами. Обувь выполнена в стиле «сморщенный носок», позже характерным для племен северо-западного побережья. Имеются детские и взрослые размеры. Материалом служила шкура бизона, а также оленя, лося, велорога и медведя, сшита жилами и растительными волокнами. Имеются следы ремонта. Во многих макасинах находятся стельки из размолотой коры можжевельника. Некоторые украшены бахромой и имеют остатки вышивки игл медикобраза. Необычные макасины у ирокезов. Кроме обычных макасин был и своеобразный старинный вид. Для него использовали цельную шкуру задней ноги лося, которая имеет подходящую для этого форму. Также у ирокезов и других восточных племен известны плетеные макасины из листьев, кукурузы и древесных волокон. Макасин предполагает, что подобная обувь применялась также для защиты кожаных макасин. Иногда макасины делали из задних медвежьих лап, причем вместе когтями. Похожим образом использовали и когтистые лапы крупных черепах. Макасины с жесткой подошвой могли иметь не кожаный, а парусиновый верх. Вариант летней или бедной обувы.